Да, в последнее время, конечно, рынок не очень-то и радует своими движениями, не очень-то, конечно, волатильность сейчас, с объемом есть некоторые проблемы, но все-таки всегда акции, которые двигаются, показывают точки входа, всегда присутствуют. Значит, сегодня, наверное, все видели фьючерс, более-менее неплохой, минус 6,7, чуть выше слабой силы импульс, где-то такая вот средняя от минус 5 до минус 10. И, по крайней мере, можно ожидать от рынка, от основных индексов, то, что первые минут 15, 20, 30 маркета будут в отрицательных значениях торговаться. То есть, акции многие пооткрываются с небольшими гепчиками вниз, а дальше уже по рынку нужно будет смотреть. Было у нас восходящее движение долгое время по основным индексам. То есть, на данный момент, видите, какая ситуация. Находится у нас и Сипи, и Доу Джонс в таком вот рейнджике небольшом. Возможно, это уже начинается у нас распределение перед каким-либо откатом, да, небольшим. Или же все-таки здесь отстоится на уровне 1400 и отсюда двинется выше. То есть, в любом случае, на данный момент видно следующую тенденцию. Рынок падает, и целый день спокойно все-таки это движение возвращает. При таком рейнже многие акции стоят в коридорах, ход бывает очень слабый, вялый, и, как правило, рынок в такое время бывает очень медленный. То есть, события развиваются достаточно медленно. Поэтому, исходя из этого, нужно и акции тоже смотреть, когда идет либо набор, либо распределение, и тоже пытаться находить такие вот ситуации, в которых все происходит тоже медленно, выждать их, поставить правильно стоп и высидеть неплохое движение. Сейчас покажу некоторые примеры акции, которые смотрели. То есть, с ребятами на обучение буквально недавно делали ресерч, домашнее задание. И акции, достаточно много акций из этого домашнего задания, все-таки они двинулись туда, куда и ожидали. То есть, вот, к примеру, акция PPO у нас очень интересная. Заметили вот этот вот момент на дневке, когда акция вышла на лоу. Вчера говорил о ней на брифинге, то, что вполне возможно будет здесь уже возврат. То есть, вот эта базочка, она от нее отошла позавчера. И на следующий день смотрите, что она делает. То есть, акция очень долго на отрицательном рынке с гэпчиком ап формировала здесь уровень поддержки. Не очень он явный был, не было там статической цифры. То есть, там был определенный дипозон, ниже которого акцию не пускали и происходили покупки. Здесь уже более явно начали держать 34,50. И далее вот 34,60 здесь уже был пробой и акция отсюда медленно прошла поинт. То есть, очень такое медленное, неплохое движение было. Вчера видел, даже в чате писали о акции GDI. Тоже очень отличный момент был. Посмотрите на дневку. То есть, это явно внезапная какая-то новость с выходом объема. То есть, тоже обратите внимание. Акция спокойненько себе упала, показала уровень сопротивления. От этого уровня отстоялась и сделала неплохое движение вниз. Тоже нужно было выжать. Я здесь был, правда, немного сделал путаницу со стопами. Еще случайно меня перевернуло в другую сторону. В общем, здесь еще и потерял денег. Но факт в том, что изначально в шорте здесь сидел. Просто неправильно техническую сделал ошибку. Меня из-за этого еще и потерял деньги. А не заработал. То есть, очень неприятный момент был. Но акция спокойно себе 2 поинта с этой точки, где я сидел, прошла. То есть, очень такой вот момент тоже классный. Значит, традиционно сегодня у нас есть новости. Сегодня у нас четверг. То есть, четверг, как видите. Jobless Claims у нас сегодня только одна. И завтра тоже по рынку строительства у нас будет одна новость. New Home Sales. Значит, Jobless Claims на данный момент немного лучше, чем ожидали. 352 тысячи ожидали новых пособий по безработице. Актуальное значение 348. Но фьючерс у нас отрицательный. Есть более важные новости. Обратно Европа. Обратно Азия. Имеется в виду Китай. Все знают, что в Китае происходит? Нет? Чтобы долго, много не терять времени. Вчера об этом говорил. Если в Китае будет данная ситуация развиваться, вот на Bloomberg China confrontation may worsen. То есть, конфронтация ухудшается. То есть, если на этом фоне сейчас в Китае будет что-либо серьезное происходить, то явно волатильность на рынках поднимется. То есть, сейчас, в принципе, эту тему на Bloomberg довольно-таки серьезно популяризируют. И все это не просто так. В двух словах, внутри партийные конфликты есть борьба за власть. Там уже говорят о перевороте. Никто не знает, насколько это преувеличивает ситуацию, не преувеличивает и так далее. Но факт в том, что об этом говорят. И довольно-таки серьезно. Поэтому, можно каким-то способом здесь ожидать все-таки, что волатильность на рынках поднимется. Тем более, Китай это на данный момент мировое производство. Практически все производственные мощности сейчас находятся именно в Китае. Поэтому, если там будет что-либо не очень хорошее, то, с одной стороны, это вызовет волатильность на рынках. А с другой стороны, приведет к каким-либо последствиям. Хорошим или плохим, никто не знает. Но, в принципе, думаю, что приведет к каким-либо переменам. Но это в том случае, если будет что-то серьезное. То есть, в производственной сфере так однозначно будут перемены по всему миру. Но до этого, я думаю, не дойдет. Все это шум. Но этим шумом могут воспользоваться на Wall Street. И ожидания волатильности, они очень даже реалистичны. То есть, этого ожидать действительно можно. Это не иллюзорные, скажем так, мысли. Фьючерс у нас немножечко усиляется. Минус 7,2. Значит, Европа у нас в отрицательных значениях закрывается. Притом, достаточно неплохо падают и Германия, и Франция. То есть, очень так неплохое падение здесь происходит. Есть некоторые движения по Oil WTI. Но в том же диапазоне 106 долларов за баррель на данный момент стоимость. По паре евро-доллар соотношение 1.3167. Тоже традиционное для последнего времени. То есть, особо, в принципе, больше никаких движений по цифрам у нас нет. Значит, по акциям. То есть, не думаю, что сегодня тоже будет что-либо интересное. То есть, какие-либо. Есть уже вот гэпы. Ну, гэпы мы однозначно выписываем. Что касаемо LVS, честно говоря, тут сказать. Ничего не могу, потому что эту акцию, в принципе, я не люблю, честно сказать. Она такая достаточно волатильная. DPZ долгое время была у нас на Research. То есть, на данный момент однозначно уже будет открываться она ниже. Далее, FDX. Это у нас FedEx почта. Кто знает, такую тоже уже downside тренд идет на премаркете. Очень волатильная акция, очень опасная. Поэтому с ней нужно будет осторожнее. Значит, AI довольно-таки незнакомая акция. Поэтому с ней однозначно нужно быть аккуратней. Rio я пропустил, потому что это у нас традиционный премаркет. Это у нас идет ADR. CMRE. Тоненькая акция. Сегодня тоже есть у нее некоторое падение. Значит, обратите внимание на акцию WDC. Вчера на брифинге ее рассматривали. Был у нее рост против рынка. Вчера было продолжение движения, но не очень импульсивное. Хотя точки входа здесь тоже, в принципе, такие корявенькие, но были. И она сегодня уже решила открыться с gap up. Посмотрите, где находится этот gap. То есть, он уже находится практически на high. То есть, WDC вполне возможно тоже будет неплохое движение. Значит, по вчерашним стакам. Я до сих пор продолжаю смотреть. Вот WPZ. Обратите внимание, вчера неплохо прошлась. Можно сегодня однозначно наблюдать. Потом LNKD. Ну, это дорогая акция. Дело в том, что здесь тоже gap произошел. Вчера очень неплохой здесь был пробой. Я за ним наблюдал, как он происходил. Вот здесь. Несколько раз здесь штурмовали, подходили фигуру. И все-таки акция прострелила. Тут сразу 50 центов был пробой. То есть, тоже есть точки входа, но очень волатильная. По крайней мере, сейчас она так двигается. Так, буквально просмотрим несколько акций. Ди-а-эс-эйч. Я так понимаю, это у нас NASDAQ, но очень отличный тренд и неплохая дневка. Сегодня можно наблюдать. В хай закрылась. Может быть продолжение движения. ППО уже смотрели. Биби-вай. Биби-вай тут тренд ап. День за днем идет выше. Хороший ритейлер очень. Кстати, с новостей retail sales тут как раз движение и началось. То есть, тоже произошел отбой. Посмотрите. И растянутая свеча. Все, растянутая свеча с подъемом объема. То есть, кто вовремя идентифицировал, наблюдаете каждый день и находите точки входа. То есть, практически каждый день есть отличные точки входа. Вот уровень сопротивления меняется на уровень поддержки по тренду. То есть, очень даже неплохо. Что касаемо сейчас, думаю, что уже на лонг может быть пойдет, может быть и нет. Но посмотрите уже сколько она прошла. То есть, вообще, в принципе, первый день это был сигнал. То есть, однозначно по импульсам можно было найти эту акцию. По сигналам на Finviz, по выходу объема можно было найти ее. То есть, ее можно было бы по разным сигналам найти именно в этот день и за ней наблюдать, поставить себе на лист. Сейчас уже она практически все движение прошла. То есть, можно на удачу, конечно, смотреть. Но думаю, что здесь уже вся песенка спета. 3B, Y. Вполне возможно, будет выходить на New High. Объем пока не начал выходить. На дневке стоит довольно-таки интересно и делает она это против рынка. Это у нас NASDAQ. WLT, металлы, волатильная акция. Можно сейчас смотреть Energy Sector. И металлы, и уголь. Они на низах находятся. Есть вероятность, конечно, что они пройдут. Единственное, с этими акциями, что нужно осторожнее быть, это не заходить сюда объемом. И придерживаться точек входа. Потому что они очень волатильны и могут агрессивно себя вести. Так, CLF. Ну, на листе у нас есть. Она тоже на брифингах. Говорили, сейчас уже гэпчик у нее есть. Можно, кстати, в раздел гэпов ее выписать. Может двигаться акция. Единственный момент. У нас на Graybox на NotShortable. Вчерашний день так точно у нее был не Shortable. Уже значок у нее поставили. HOT. HOT. Это у нас идут Hotels. Сектор. MAR. В этом же секторе находится. Тоже выходит на High. Движение внутридневное, конечно, не очень. Даже с объемом. Но есть дни, вот как здесь, когда точки входа она дает неплохие. И EXPD. Отличный тренд. Тоже, вот смотрите. Первый день растянутая свеча с выходом объема. Два дня акция отстаивается. Еще третий день можно смотреть. На третий день она еще идет. Тоже очень неплохо. Так, DPZ смотрели. WSN. Акции больше не сбрасывайте. WSN или WSM. WSM здесь тоже, да, есть движение. Три дня. Подряд. Нужно было смотреть. Она у меня, в принципе, на листе была. Но почему-то я в нее не попадал. Как-то особо не обращал внимания. Хотя точки входа были просто идеальны. Особенно позавчера. Так, понял. Так, понял. WSM все-таки, да. Так. RGR, если я не ошибаюсь, или что это такое. Так, да, есть какой-то здесь gap. Немного тонковатая акция. Но что-то здесь происходит. Можно выписать в раздел gap. Немного незнакомая с незнакомыми акциями. Будьте осторожны. Далее. Так, BHI. Ну, это у нас тоже вчера был gap-чик. Это у нас банка в Гавайи. Есть движение. Посмотрите, на ло она выходит. Можно выписать. Если не shortable, какой индикатор будет показываться в ГБ? Так. CLF, да, акция. Так. Будет показываться ETBN. Easy to borrow в переводе. No. HTB. HTB. Hard to borrow. Yes. То есть тут будет значок возле ETBN. Это значит не shortable. Все, пять минут у нас осталось до открытия. Посмотрели немного акции. Сегодня на short. Вот BHI неплохо. Был, подходил бы, конечно, по фьючерсу. Думаю, он с gap-ом сегодня вот откроется. Ниже уже есть у него премаркет. Многие акции пооткрываются с gap-ом. Сильные смотрите на возврат. Те, которые на up вы смотрите, они могут открыться ниже. Это будет хорошая точка входа на long. А сильные? Бывает, когда в long нельзя? Не бывает. Locked – это замочек на грейбаксе закрыт. Просьба, кто под ником гость входит, входите, пожалуйста, под вашим именем и фамилием, когда заходите в коме. Все, всем хороших торгов на сегодня. Та и вообще. Утром посмотрим, как у нас будет вести себя рынок. Не думаю, что все-таки у нас пойдет какая-либо перемена и будет у нас short какой-то глобальный. Но все-таки должно быть все нормально. То есть, по крайней мере, рынок уже может вниз двинуться. Это однозначно. Хорошо. До встречи в чате. Завтра у нас конференция. Сегодня время, еще раз напомню, в чатах. Что такое замочишь и уедешься? Он взял к нам, еще раз напомняет кbabу. Попробуем. Он... Анатолия, consequently,chnoоны Иванова...